В 165-ю годовщину памяти Сергея Аксакова в библиотеке, которая носит его имя, приготовили уху. Кого факт удивил, тот не в курсе традиции и увлечений знаменитого российского писателя. О них расскажем в следующем сюжете. Со дня смерти знаменитого писателя Сергея Аксакова прошло 165 лет, и несмотря на это он живет. Его слова звучат из уст другого поколения, его сказки до сих пор читают перед сном детям, а в библиотеке, названной его именем, каждый год чтят память Творца. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных, нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня тратные воспоминания этого времени, много счастливых, блаженных часов. Я очень люблю Аксакова, я читала его самое популярное произведение, это «Аленький цветочек». Я его очень люблю читать, перечитываю, мы с классом его даже разыгрывали сценку, так что я очень хорошо знаю и люблю это читать. Больше чтения, выше грамотность, потому ученица Ульяновского лицея Олеся Безгина заняла первое место в конкурсе сочинений, в чем-то подражая Сергею Аксакову. «Аленький цветочек» на слуху у всех, но о других произведениях, а главное, увлечениях писателя почти никто ничего не знает. Рассказываем. Он описал свое короткое увлечение бабочками, которое очень благотворно сказалось на его формировании как личности, отразилось красотой природы и даже повлияло на формирование его литературного таланта. Одну из первых коллекций бабочек Аксаков собрал именно на Симбирской земле, в поместье своих родственников. Там же любил заниматься еще одним хобби – рыбалкой. Аксаковская уха знаменита не только в нашем краю, в Московской области ее также варят в памятные дни, посвященные писателю. Угощают гостей, но только после всех мастер-классов и концертных номеров, которыми пестрит в этот день главный зал Ульяновской библиотеки. Маргарита Матюшинская, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.